По его мнению, это поможет усилить борьбу с недобросовестными застройщиками, которые привлекают деньги дольщиков. Сейчас в региональном реестре находятся 57 домов, по которым затягиваются сроки сдачи в эксплуатацию. Проблемы обманутых дольщиков стали главной темой на заседании оперативного штаба. Финансовое состояние застройщика любого мы знаем. Ну или можно легко узнать. Поэтому если мы даем разрешение на строительство компании, тогда надо понимать, что кто-то на себя должен взять ответственность. Или глава муниципального образования берет, который выдает разрешение на строительство застройщику. Или если правоохранительные органы считают, что необоснованно отказ выдан, и надо выдать разрешение компании, тогда правоохранительные органы должны взять на себя ответственность. Поэтому я еще раз говорю, никакой глава местного управления я больше никогда не приниму отказ, чтобы вдруг правоохранительные органы его заставили. Назовите конкретно, кто и каким актом заставил. Больше всего обманутых дольщиков сейчас в Краснодаре, Сочи, Анапе и Геленджике. Напомню, президент России поручил правительству разработать систему банковского проектного финансирования, которая позволила бы отказаться от долевого строительства.